началось вот тут я приобрел книгу молитвы русских поэтов вот она у меня в руках ну и вы тоже вроде бы это листали смотрели да я смотрел и как раз сегодня утром читала не просто смотрю это библиотека всемирной литературы очень серьезная книга хорошая 700 страниц почти 120 с лишним авторов некоторых я первый раз читаю хотя поэзией занимался очень много вот они все здесь алфавитный указатель авторов работа проделана большая здесь показано кто тут работал сейчас я может быть не сразу точно скажу количество экземпляров тираж 3000 экземпляров такой большой материала 3000 это 3000 и к истинному православию это я издаю хотя у меня в общем вышло 150 тысяч экземпляров а это такая книга так оформлена такая обложка 3000 не знаю почему но думаю что они знают что спросом она будет пользоваться небольшим а зря издательство где вороблёва тверская область тут все все указано москва я уже не один раз в руки беру об точно сказать как но если молитва значит научиться молиться молитва которая отвечена богом молитва которая угодно богу то есть все что можно сказать о молитве как раз этого и нету я от ее считаю и ни разу не было чтобы возникло желание просчитать это стихотворение как молитву если за них молитва состоит 700 страниц это серьезный очень серьезный труд и ни разу ни в одном месте может быть я не такой как надо но я могу чем-то сравнивать допустим песни возрождения у баптистов сейчас карту баптисты сектанты там у меня спросили я отвечаю там одно стихотворение любое про ханова который вера кушнир писала там березов радион совсем не так моя душа сразу соединяется я стал думать почему похоже что авторы сами не пережили духовное рождение свыше для кемеровской епархии рождение свыше это не у пятидесятищество глупости совсем то есть ни в одном стихотворении которые я уже читал неоднократно нельзя сказать я не мог сказать что для меня жизнь христос и смерть приобретения что находитесь в иерусалиме до корень и обречетесь силы и будете мне свидетелями мне не нашел начиная с державина сумарокова по порядку а пухтина там считаешь я не говорю в известных тючево пушкина трогают душу иногда стихотворение совсем мало известных авторов лихвицкая просто касается льдов хорошо фофанов но такое чтобы моя душа заговорила я соединился с этим стихотворением не знаю при том я этой книгой пользуюсь регулярно и много-много раз просчитываю смотрю кое-что уже запомнил где молитвенного духа нет вот когда я говорил о книге иванова кажется называется она тайна святых меня один протеерей говорит я считал у меня не было духовного настроя молитвенного а там это и не старались вызывать там задача стояла другая показать что святые если смотреть по слову божию они часто святые не святые вот как тихота шевкунов пишет вот такое может быть почему мне ответ свой есть они не пережили при таких талантах они это легко могли передать передать вот мы молимся душа моя скорбит я познал христа я уверовал я иду с ним и трехступенчатая молитва прошение благодарение и словословие нет этого вообще нету и я бы обязательно встретил где-то нашел или вот даже одно стихотворение беру она призывает как бы людей а на самом деле богу зайдем на голгофу мой брат посмотрим как нашей греховности яд с христа истомил как дорого нам спасение купил пойдем перед ним и от а молитвах которые взывают во имя иисуса нам так дорого ну или говорится о церкви не ради почести и славы за столько там любви столько перерожденного духа в этих стихах и душа с ними соединяется есть место есть вот заряди его прочитай один раз это увидишь разницу между тем поэтому они вот перед иконы он смотрел глаза иконы свеча усталый а теперь посмотрел и спать захотел сам пишет никитин легко я усну почему-то со сном у них связана молитва видимо православие тогда уже такое же было сонное а такое чтобы оживила двинуло и ты забыл себя и был со христом и чтобы и чувствование христовы стали твоими и в молитве это выразить переполненной благодарностью за все славословием не сумели они но я говорю лично мое мнение потому что даже рядом находящийся может не согласиться да вы что да ну один два поэта то все но я не встретил я не встретил живого отклика в своей душе на то что они называют молитвой но нет этого на молитву которая молится апостол павел у меня отзыв сразу же есть и считаю псалтырь давида у меня вот клик такой же я соединяюсь с ними ежедневно считаю здесь этого нет а уже новозаветные молитвы которые были в пламенном духе любви духе святом написаны ну тут не надо говорить ничего есть молитвы как симеона нового богослова исаака сирина это вершина почему их называли ангелы во плоти или человек на небе вот с этой позиции книгу я ту хотел выписать а когда посчитал нет я она у меня будет мертвым грузом лежать мертвая значит она и другим не принесет пользы возрождение на этом не могут сказать ну ладно а вот вы пишите там стихи то как ваши стихи вот так же или по-другому как это ну в первую очередь я не стихи пишу а проповеди стихах и поэтому ну то мое мнение одно другое дело кто читал их это стихи которые стихами меня называют они несут возрождающую силу я конкретно говорю о боли о том что люди живут вне христа где-то мы с кем-то с евреем вместе подружились вместе сидим и вместе начали прославлять бога в вагоне еду проповедую и душа обратилась к богу и мы склонились вместе за одну ночь он познал истину и я это стихах выражались у меня много стихотворной форме выражена господи мой господи даже могу не то может быть здесь даже найду сейчас одним стихом стихи одним файлом сейчас посмотрю я не подготовлены вот она как раз открылась господи мой господи двукратно призывал в горести и в бедствиях давид я филин на развалинах такие вот слова по смыслу многих слов он был антисемит за свой народ печалился и слезы проливал вопил как угорел и по прошлому метался активно и охотно возвысил криминал на милость победителя в изнеможение сдался за свой народ он ратовал и спрашивал пощады о господи мой господи ермо ослабь на шее ходатайство умащил своими вон мощами а тринутым грехами пещерник и отшельник скитается рифмует болячки преступления огнем неопалимым сжигает плод греха помилуй меня божий вопит он в понедельник над ним из пепла высится искусственный бархан о господи мой господи что сделалось со мной с народом иудейским преступно лицемерным мы тяжко согрешили и я всему виной сгорел мой виноградник и зарастает терном неоспоримый факт я совершил теракт и мину заложил сознательно в постель я не пободрствовал и враг зажал в кулак какой пример оставил возвышенную цель о господи мой господи покрыт я весь коростами от пятки до макушки проказываю накрыт что станет с соломоном и прочими отростками не вечерять им с господом а у чужих корыт все в прошлом лет три тысячи серьезно отмахнула слезами заливаясь над книгой псалтирь с давидом вместе прячусь в пещере от саула важнее всего мне с богом восстановить бы мир о господи мой господи уткнулся я в подушку еще раз христораде к распятию призови что польза в остальном когда не спас бы душу о господи мой господи а мой в своей крови 23 июня 2004 года вот так или другое господи прости меня грешного это тебе не раз и не два говорил грехами от детства богат обвешенный себя презирал белый свет мне казался не мил откуда взяты места писания указано корю упрекая себя постоянно копаю дотошные в прошлом и в нынешнем рубцы затянулись но шрамы греховные раны для опыта жизни казались не лишними какому бы члену на теле рукой прикоснуться чтоб он не стонал и не выл содрогаясь исходы болят и свербит мое утлое устья господь пощади за прошедшие искренне каюсь снаружи на коже на каждой морщинке печать и роспись на пятнах рассыпанных оптом умею безмолвно болеть обличай сознаюсь опускаться по шурфу уже не охота скользил скалолазом нередко по штольням капала сверху мочила с боковым макушку а сколько прелюги о сколько их сколько где только потрогал на вкус не покушав прости милосердный не скучно ли повесть моя если кому-то от этого польза мне хором кричит интернет что весьма и глажу смеясь и смотрю на мозоли уткнусь ли на отдых смежая ресницы на солнце портянки развесив свои паруса другим не советую видеть что снится дабы невзначай не попасть по индюши в просак господь уповая на милость твою и на слово оно утешало врачу и глубокие раны за каждым прости проверяю прожитое снова одежду латаю спереди сзади продрано ходил ли летал как казалось добро раздавали кому-то мешал развернуться но только к чему о господи араб твой не мусор да будет в отвале прости и прими когда мирно с улыбкой усну 30 сентября пятого года или вот о господи господи ты говори слушает раб твой покорной от рака самуила первый урок послушания бог говорит против первого священника сыплет угрозы расслышали мы в суете скоморощей не оплошаем ли слушала дамы потомки его оголтелая слушала его жена с непокрытой головою под шкурой бог согрешивших выбрасывайте вместе с постелями с незажженной подушкой адам то не курить же пророки успели слушаться резво слова разделения расставить по нужным местам громили сограждан и пахло горелое с треском когда час послушать им снова в то время настал ты хоть в шестом поколении будь старовер но лучше раскрыть и тебе повеление творца иеговы как слышишь что понял по библии сразу проверь свирепость твое осуждение ангел господень прогонит не спорь не ирись возвысив лжесвятость упрямо прислушайся к большим словам на библейских страницах увидишь что бог ничего не желает иметь с твоим срамом и на не коньян ты не будешь при ропоте злиться господь говори я твой раб твой голос под запись неплохо бы господи если бы ты еще все повторил на милость твою мы над пропастью сдались ты немощь всей сущности нашей смиренно открыл слушаю господи после молитвы я тихо замру смежая глаза не движение даже успешной рукой не в хелии я боже но в шумном блудливом миру где горе живущим к ним с неба неизбежен дракон слушаю господи руки устало умильно сложив боюсь глухоты от отца унаследовал слух томит искушает соблазны творит мне вражина вражин вернее всего чтоб не был я бесовский под демоном глух господь говори за минутой минута скользят в тишине не звука в ответ стук сердечный спокоен сонлив беспечность по вытряси с нею мне только точнее в саду гефсиманском твой голос как шелест олив господи помилуй воскресал слепец будоража криком шумную толпу повернула счастье к несчастью наконец теперь уже похоже совсем не затолкут и за толпой отправился прозревший он не вопит христу о господи помилуй с утра еще сегодня был он грешник христос простил навек не удалился мимо там болен был слуга которым дорожил служивший здесь давно легионером в определенный час чудесно так ожил христос поставил сотни к примерам и больше не просил не досаждал христу помилуй и прости осталось прошлом тебя услышали ответили на стук разумный человек ты или лошадь надоедает с господи помилуй с иисусовой молитвой словно мантрой десятки лет во пятках из могилы не верим не сводят все на смарку бог приходящих искренне приемлет не изгоняет проще отвергнутых изгоев в презрении зарыт был словно в землю воскресшего вовеки не прогонит зачем же господи помилуй 40 раз и многократно так на всех богослужениях выходит что не вылез погруженный в грязь в плену остался после поражения неверия как в аде лопатания уже помилована может и не раз а безумели иноки от страха наказания забыв евангельский о сотнике рассказ ты тоже сотник по сотням повторений пример поставить можно по неверию отец неверия змей семиглавы закрыл хвостом до благодати двери древний это он и поставил я искусственно зарядил поэтому просчитано неправильно было сейчас вот отец неверия змей семигла я сказал игла заменить где-то на полное там лишь игла 7 главы заменяет господи вся земля и где бы ты не жил и да и так господь якова колодец посетил это стихотворение господь того велики наречет господь доколе это будет мир развертился пал по грязь злобой уполнят ум и груди блудом неистовым горят и так далее вот я здесь а не знаю что тут так я говорю о молитвенном настрое о благодарности богу за спасение когда у человека меняется тональность смысл успешность и ответ молитва без ответа это вопрос почему когда бог отвечает знаешь ли ты это или тебе только кажется в молитве вот здесь я ничего этого не нашел да будут они благословенно у бога вечности ибо старались выразить так как могли более всего мне конечно близок семён я кришнатсон он жил 24 года много пережил но и у него прямого ответа вот как в песне возрождения нет ни у кого нет ни у пушкина не у лермонтова нет заканчивается не этим не торжествующей песню лебединой а по-прежнему могила и слушал бы лежал о чем-то думал там мертвый зачем ты будешь думать один бог знает богу слава